На здоровье человека в современном мире оказывает влияние огромное количество причин, в том числе и он сам. Условия счастливого существования – долгая и активная жизнь, которой сопутствует внутреннее развитие личности. Человек может быть здоровым, поддерживать своё здоровье сам, а в случае заболевания, обратившись к специалистам, излечить недуг. В Медицинском офтальмологическом центре «Новое зрение» в городе Бресте вам всегда помогут решить ваши проблемы со зрением. Клиника «Новое зрение» в Бресте занимается диагностикой и лечением патологии переднего и заднего отрезка глаза. Преломляющую структуру глаза можно представить в виде двух собирающих линз, роговицы и хрусталика. Задача хирурга, оперирующего на хрусталике – восстановить прозрачность линзы глаза и обеспечить точную фокусировку изображения на сетчатке. Что же для этого необходимо? Светлана Алексеевна Шарафанович, врач-офтальмолог, хирург высшей квалификационной категории, заведующая консультационно-диагностическим отделением в городе Бресте. Стаж работы в офтальмологии более 20 лет. Сфера профессиональных интересов, диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глоукомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия ВЕК, участник республиканских и международных офтальмологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. Для того, чтобы после операции был оптически высокий результат и максимально предсказуемый, очень важен этап предварительной тщательной выверенной диагностики. Диагностическая линия в нашей клинике занимает 1,5-2 часа. Каждый параметр в глазу измеряется на нескольких различных современных аппаратах, чтобы исключить вероятность погрешности и отклонений. Обязательно проводится биометрия глаза с определением размеров каждой структуры в глазу, авторефрактометрия, кератометрия, передние и задние поверхности роговицы, оценка угла передней камеры и множество других важных исследований. В конце диагностики врач оценивает глаз пациента по более чем 100 различным параметрам. По индивидуальной комбинации различных данных проводится персональный расчет интраокулярной линзы. Это позволяет спрогнозировать, чтобы лучи, входящие в глаз, точно фокусировались в центральной зоне сетчатки. Интраокулярная линза – это словно ультрасовременные очки, помещенные внутри глаза. В зависимости от строения глаза, предпочтений и вида деятельности пациента, его хобби, врач предлагает различные виды искусственных хрусталиков. Самые популярные – это мультифокальные хрусталики, которые позволяют избавиться от всех пар очков для близи, для компьютера и для далее. При наличии у пациента астигматизма нужно имплантировать вторическую интраокулярную линзу, которая нейтрализует астигматизм. Искусственные хрусталики с одним фокусом. Монофокальные позволят видеть хорошо либо вдаль, либо вблизи. При этом остается неизбежно наличие у пациента одной пары очков. Хирургия катаракты на современном уровне – это безболезненная, бесшовная, малотравматичная, безопасная операция, которая длится всего 15 минут и при этом не требует длительной реабилитации. Однако не всем пациентам можно предложить современный мультифокальный хрусталик. Причем это совершенно не зависит от возраста пациента. Хрусталик – это только линза в глазу. Но зрение зависит от функциональности других тканей в глазу – роговицы, сетчатки, зрительного нерва, стекловидного тела и многого другого. Перед хирургическим лечением катаракты обязательно всем пациентам нашей клиники проводится эндотелиальная биомикроскопия роговицы, которая показывает качество и плотность клеток на внутренней поверхности роговицы. При дистрофии эндотелиальных клеток или низкой их плотности послеоперационный период протекает дольше. Особенно это актуально при хирургии на зрелых и плотных хрусталиках. Поэтому важно катаракту оперировать сразу при ухудшении качества зрения, а не дожидаться полного отсутствия предметного зрения и не зреть катаракту. Очень важным диагностическим методом перед хирургией катаракты является оптическая когеретная томография. Это современный, точный и быстрый метод обследования, позволяющий увидеть в большом разрешении структуры глаза и их анатомические взаимоотношения, измерить толщину слоёв различных тканей и выявить патологические изменения в них, которые нельзя зачастую определить простым глазом. В нашей клинике в середине января 2019 года появился новейший аппарат ОКТ с витриальным и витриоритинальным режимом, снабжённый функцией аутоангиографии и 3D-визуализацией. Аппарат позволяет очень быстро сканировать все слои сетчатки даже без расширения зрачка и самостоятельно следить за трекингом глаза, что особенно актуально для пожилых людей. ОКТ ПТОПО визуализирует чётко и измеряет все параметры тканей, роговицы, угла передней камеры, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела, диска зрительного нерва и толщину зрительных нервных волокон сетчатки. ОКТ заднего отрезка глаза можно провести только при достаточной прозрачности сред в нём. Если перед хирургией на хрусталике на ОКТ выявляются патологические изменения на сетчатке атрофического характера, отёк, разрывы, мембраны и другие изменения, то прогноз высоких зрительных функций после операции может быть сомнительным, несмотря на безупречную хирургию катаракты. ОКТ эмульсификация катаракты может быть лишь первым этапом в лечении и детальной диагностике изменений на сетчатке. После восстановления прозрачности хрусталика метод ОКТ позволяет врачу в динамике следить за изменениями, на сетчатке и правильно выбрать тактику лечения. Иногда патологические изменения на сетчатке после операции на хрусталике выявляются как находка, если их невозможно было диагностировать из-за выраженных помутнений в операционном периоде. Тактика лечения изменения на сетчатке может быть различная. При макулярном отёке внутрь глаза однозначно показано инъекционное введение препаратов, которые борются с данной патологией. Это ингибиторы ангиогенеза. Лечение изменения на сетчатке каплями, таблетками или какими-то другими препаратами неэффективно при наличии разрывов патологических мембран на поверхности сетчатки. Единственный метод радикального лечения – это витриоретинальная хирургия. Витриоретинальная хирургия – это самое современное и перспективное направление в глазной хирургии, которое направлено на восстановление анатомических взаимоотношений между стекловидным телом и сетчаткой. Юрий Семёнович Табалевич – врач-авторохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доктор-эксперт. Стаж работы более 20 лет. Сфера профессиональных интересов – катарактальная хирургия, витриоретинальная хирургия. Успешно провёл более 55 тысяч операций. Участник живой хирургии в ходе международных научно-практических конференций. Является членом российского Рестор-клуба. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии. Имеет 30 научных работ. Сейчас пришло время, когда совпало и диагностические возможности, и хирургические возможности позволяют говорить о том, что мы можем уже на самых ранних этапах предлагать пациентам операцию. При лет 20-15 даже тому назад дожидались катастрофического состояния, когда уже деваться некуда. На сегодняшний день речь ведётся о том, что со слойкой сетчатки там понятно, как только заметили, надо оперировать. А вот с разрывами центральной зоны сетчатки, с операциональными мембранами долгое время была выжидательная тактика, и пока пациент сам уже ненастойчиво не просится на операцию, в общем-то охотно его не особо брали. На сегодняшний день развитие хирургической техники и оснащение такое, что при первом же выяснении, что у человека есть такая проблема, можно предлагать хирургическое лечение. В феврале текущего года в нашей клинике города Бреста успешно проведён десяток операций на сетчатке в стекловидном теле. У всех пациентов достигнут полный анатомический результат. Функциональный результат оценивается через 1-3 месяца, когда в работу полностью включится нейросенсорная ткань глаза. Все операции проводятся на самом новейшем оборудовании и амбулаторно, то есть не требуют круглосуточного пребывания в стационаре, потому что травматизация глаза минимальна. В 2019 году в Брестке филиал клиники «Новое зрение» для консультаций и витриоретинальных операций приезжают ведущие витриоретинальные хирурги сети клиник «Нового зрения» Минска и Киева. График приезда врачей уже согласован и утверждён, так что никто из пациентов не останется со своей проблемой один на один. Можно прийти в клинику по адресу город Брест, улица Советских пограничников 34, пройти диагностику, попасть на консультацию к желаемому хирургу и, если есть показания к операции, решить проблему своевременно, оперативно, на современном и высокопрофессиональном уровне. Любите себя и своих близких. Позвольте себе новое зрение.